Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Это важная тема, давайте на чистоту. Есть люди, утверждающие, что услышали Бога. Однако вы понимаете, то, что повелел им сделать Бог, не соответствовало ни мудрости Божией, ни Его Слова. Кто из вас с таким сталкивался когда-нибудь? Мы не осуждаем людей, но вы понимаете, что мы можем научиться отличать правильное от неправильного в голосе Бога. Я знал людей, которые говорили мне, Бог сказал мне сделать так-то. Но это совершенно не соответствовало ни природе Бога, ни Его Слову. Человек не может вкладывать слова в уста Бога. Нам нужно быть с этим очень осторожным. Если Бог заговорит со мной, я буду очень внимательным. Я не буду вкладывать свои слова в Его уста. Также я удостоверюсь, что слышу именно Бога. Да, Бог действительно говорит, но как нам узнать голос Бога? Во-первых, я постараюсь объяснить, как звучит голос Бога. Кто из вас спрашивал «Господь?» Это говоришь ты или я? Я не понимаю, чей голос сейчас звучит. Библия говорит, что Слово Божие как очень острый меч, который может разделять дух и душу. Почему об этом сказано? Сказано, что этот меч острее любого обоюдоострого меча. Дух и душа настолько тесно взаимосвязаны, что порой только Слово Божие может сказать «это дух, а это ты». Нам нужно быть осторожными, чтобы не вложить свои слова в уста Бога. Одно я знаю точно. Если вы не уверены в призыве от Бога на вашу жизнь, значит, он прозвучал от кого-то другого. Мы должны знать, что призвал нас сделать Бог. Мы должны знать голос Бога. В Новом Завете Бог являл себя иначе, чем Ветхом. Разница огромная. Хотелось бы, чтобы проповедники это осознавали. В Ветхом Завете были пророки, которые несли Слово от Господа. Однако эти проповедники не понимают свободы, в которой мы живем сегодня. Они живут по Ветхому Завету. Ветхий был предверием и тенью Нового Завета. Мы не отказываемся от Ветхого Завета, но понимаем, что живем в другое время, в другую эпоху, нежели люди Ветхого Завета. В Ветхом Завете друзья Бога говорили людям Слово. Предсказывать было позволено только при условии, чтобы помазаны это делать. Если вы не были помазаны, но предсказывали, и то, о чем вы говорили, не осуществилось, вас до смерти побивали камнями. Кто из вас рад, что мы живем в Новом Завете? В Новом Завете Бог говорит, что мы все можем пользоваться этим даром Духа, чтобы предсказывать. Аминь. Однако нужно различать, Бог говорит к вам или человек. Так что в Новом Завете все иначе. Я вспоминаю ситуации, когда я слышал Бога. Оглядываясь на свою жизнь, помню, что, будучи подростком, пошел на фильм «Самсон». Это старый фильм, почти ровесник фильма «Бен Гур». Тогда я еще не знал Бога. Я посмотрел этот фильм, и когда он закончился, вышел из кинотеатра и ходил пешком 4 часа. Я просто бродил по улицам, тронутый до самой глубины души. Каким-то образом, Бог что-то совершил во мне благодаря этому фильму. Я не знаю всего, что он сделал, но думаю, что в тот момент я почувствовал, что слышу Бога. В тот момент я не понимал, что произошло, однако Бог коснулся моего сердца. Затем, когда мне было 17, я пришел в церковь и отдал свою жизнь Иисусу. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Я до сих пор помню проповедника, брата Уолли. Я не помню, о чем он говорил, но помню, что в тот вечер я познакомился с Иисусом. Я помню, что Бог говорил через этого проповедника. Я был сокрушенным, пьяным, 17-летним парнем, который столкнулся в своей жизни со всеми возможными трудностями. Через этого проповедника Бог сказал, Бог поднимет тебя, и ты станешь одним из самых влиятельных молодежных лидеров в этом городе, в Сиднее. Дальше не помню, потому что я был пьян. Я просто вышел на призыв к алтарю, и, несмотря на мое опьянение, Бог завладел моим сердцем. В тот вечер я пришел домой и первым делом убрался в своей комнате. Я думал, почему я это делаю? Сегодня, вспоминая это время, я думаю, что пытался соотнести окружающий меня мир с тем, что я ощущал внутри себя. Впервые в жизни я был чист, прощен и обновлен. Это был совершенно новый старт. Я взглянул на внешний мир и решил, он должен подходить к тому, что я чувствую внутри себя. Я не знаю, но раньше я ругался так, как вы и не слышали. Я ругался так, что порой даже срывал обои со стен. Теперь вы не услышите ругательства из моих уст. Порой кому-то мои слова кажутся странными или вульгарными, но это не преднамеренно. Так я выражаю свои мысли, что поделать. Но тогда то, что я ругаюсь, стало казаться мне неправильным. Я закуривал сигарету и думал, зачем я это делаю? Никто не говорил мне перестать это делать. Что-то изменилось внутри меня. Так я осознал, что стал христианином. Никто не говорил мне, что делать, а чего не делать. Просто пришел момент, когда Иисус вошел в мою жизнь, и я понял, что прощен. Второй раз я услышал Бога, когда был пастором в церкви Хилсонг в Сиднее. Однажды к нам по приглашению приехал пастор, который говорил слово перед всеми пасторами района Австралии, где я служил. Пастором-гостем был Фил Прингл. Он проповедовал на служение для пасторов. Я тоже сидел там, точнее, вел это служение. Фил Прингл рассказывал историю о слепом в Артемее. Никогда ее не забуду. Иисус спросил у слепого в Артемее, «В Артемей, чего ты хочешь от меня?» Он же слепой. Иисус спрашивает слепого человека. Никто не видит в этом иронии. Он слепой. Иисус спрашивает, «Чего ты хочешь?» Я не помню, что Фил рассказывал после этой истории, потому что в тот момент я услышал, как Бог спросил меня, «Стив, сынок, а чего ты хочешь от меня?» Услышав, как Бог задает этот вопрос, я сказал, «Господь, дай мне время подумать». Но я знал, что Бог уже дает мне разрешение. В своем сердце я уже знал, что однажды буду пастором церкви в Соединенных Штатах. Она будет расположена на восточном побережье у воды. Я знал, что однажды по всей стране расположатся кампусы этой церкви. Поэтому я сказал, «Бог, я хочу быть пастором церкви, которая несет жизнь на восточном побережье». И Бог будто дал мне разрешение. Сегодня я стою здесь, потому что в вере ответил Богу, когда услышал, как Он заговорил со мной. У меня хватило смелости ответить на Его вопрос. Кто из нас может сделать так же? Когда же мы можем услышать с Бога? Практически каждую минуту своей жизни. Но есть отдельные случаи. Автор послания к евреям пытается помочь верующим Нового Завета разобраться с наследием Завета Ветхого. Итак, предлагаю вам открыть первую главу послания к евреям и посмотреть, что здесь сказано. А здесь написано «Бог, говоривший издревле отцам». Сейчас слушайте внимательно. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в пророках, в последние дни Сии говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого сотворил и века». Здесь автор послания говорит, что Бог, Который сотворил Вселенную, Который говорил к нам в Ветхом Завете, теперь говорит к нам через Сына Божьего. Теперь все изменилось. Я стал изучать ситуации, когда Бог говорил к людям в Ветхом Завете. А вы знали, что Бог говорил к Ною пять раз за 950 лет? Я встречал людей, которые уверены, что Бог говорит к ним каждые две минуты по любому поводу. Поразмышляйте об этом. Бог говорил к Ною пять раз за 950 лет. Он говорил к Аврааму восемь раз, и это записано в Писании, за 175 лет. Он говорил к Исиаку два раза и один раз к Ревеке за 180 лет, к Иакову семь раз и один раз к Лавану об Иакове. И это лишь несколько примеров. Бог говорил к Адаму как до грехопадения, так и после. А кто из вас уверен, что Бог по-прежнему говорит к нам, независимо от того, что мы совершили, Бог говорил к Ною. Думаю, Ною нелегко было слушать, когда Бог говорил «Готовься, вскоре весь мир будет наводнен». Никто, кроме твоей семьи, не выживет. Бог говорит нам. И вот первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих, это одно из ключевых мест Писания. Пожалуйста, все те, кто нас смотрит, каждый кампус, послушайте очень внимательно. Я зачитаю вам 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Это пишет Павел, который побывал на третьем небе. Павел, который написал две трети Нового Завета. Павел видел вещи, о которых даже не мог рассказать в Писании. Он получил откровение об Иисусе. Он видел третье небо. Это впечатляет, да? Тот же Павел теперь пишет о нашей земной жизни, что мы видим как сквозь тусклое стекло. Но затем, когда мы встретимся с Иисусом лицом к лицу, мы увидим его лично. Сейчас, как сквозь тусклое стекло, затем лицом к лицу. Сейчас, как сквозь тусклое стекло, затем лицом к лицу. Сейчас в земной жизни знаю я от счастья, а тогда познаю. Подобно, как я познан. Все станет понятным потом. А сейчас я будто смотрю сквозь тусклое стекло. Если апостол Павел пишет о земной жизни, что мы будто смотрим сквозь тусклое стекло, значит, какие-то вещи обретут для нас смысл только в вечности. Поэтому мы должны знать, как слышать Бога. Итак, как Бог обращается к своему народу сегодня? Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание. Скажите, все Писание. Давайте, аминь. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Нам нравится, что Писание полезно для научения. Но нам не нравится, что Писание полезно для обличения. Я считаю, что порой Церковь должна обличать мир. Нам не нужно бояться. Когда принимается решение, которое противоречит мудрости Писания, вы можете узаконить его и сказать, что все в порядке. Но я верю, что Слово Божие все рассудит. Буду ли я жить так только потому, что это одобряет культура? Я не верю в культурную святость. Я верю в библейскую святость. Скажите уж кто-нибудь «Аминь». Я не пытаюсь изменить все законы. Я всегда за тех людей, которые делают это, представляя правильные ценности и мораль. Но я считаю, что задача церкви — менять сердца людей. Аминь. Если мы изменим сердца людей, законы тоже изменятся. Важнее всего то, что происходит в вашем сердце. Итак, все Писание Бога Духновенной полезно для научения, для обличения, для исправления. У кого из вас было так? Вы сидели в Доме Божьем, слушали Слово Божие, или просто читали Библию дома, и Бог проговорил к вам? Тебе нужно это исправить. Вы читали Слово Божие, и Бог на что-то вам указал. Я обнаружил, что Бог иногда говорит мне, не переживая о том, что делают люди. Главное, что делаешь ты. Вы понимаете, о чем я? Меня не волнуют люди, меня волнуешь ты. К примеру, Бог говорит вам пойти и перед кем-то извиниться. Однажды ко мне подошел человек и просто атаковал меня. Я удивился, как это так? Откуда он взялся? Я почувствовал, как моя плоть восстала, и ответил, «Посмотри на себя, клоун». Мне сказали, что ты такой, сякой, розеттокий. А я ответил, «А ты тот еще клоун и юморист». Потом Бог сказал мне пойти и извиниться перед ним. Я ответил, «Извиниться?» Бог, ты их слышал вообще? Они первые начали. Как маленький ребенок. Бог сказал мне, «Они меня не волнуют, меня волнуешь ты». Такие слова никогда не должны слетать с твоих губ. Эх, ну надо же. Ладно. Но мне очень жаль. О, я так рад, что ты наконец-то прозрел. Бог, а теперь что? Может, сам ему скажешь, «А он тебя не волнует? Ты исправляешь меня, да? Ну, спасибо, Господи». Итак, как я слышу Бога? Первое. Я слышу Бога через Слово Божие. Это первый способ, которым мы все должны слышать с Бога. Слово Божие. 118-й Псалом, 105-й стих. «Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Другими словами, Слово Божие — это не только светильник для ваших ног. Светильник означает, куда я сделаю следующий шаг. Кто из вас гулял по пляжу? Когда стемнело, под ногами камни, вам нужно осторожно ставить ноги и шагать аккуратно. В Своем Слове Бог всегда укажет вам на следующий шаг. Но это не все. Его Слово — светильник вашей ноги и свет вашей стезе. Слово Божие — это не только следующий шаг, но и направление для вашего пути. Надеюсь, вы понимаете. Это свет моей стезе. «Покажите мне человека, которому не хватает направления и указаний. Я покажу вам человека, который не пребывает в Слове Божьем. Но если вы в Слове, тогда я покажу вам того, кто знает, каким будет его следующий шаг и направление, в котором он идет». Аминь. Повернитесь к своему соседу и скажите, какая хорошая проповедь. «Если я чувствую, что Бог просит меня что-то сделать, я должен спросить себя, соответствует ли это Слову Божьему. Природе Бога, Слову Божьему. Мне не нужно молиться, есть ли воля Божия на то, чтобы я любил свою жену. Мне не нужно об этом молиться. Смотрите, мужья, любите своих жен, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Если вы боретесь за свой брак, но не понимаете, как достичь мира, безопасности и исцеления в своем браке, погружаетесь в Слово Божие. «Господь сказал мне, что пора оставить ее и найти кого-то другого». Нет, мужья, вам не нужно ждать Слова от Бога, оно у вас уже есть. Любите мужья, своих жен, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Я говорю о законах Библии. Бог говорит, «Стив, не важно, что ты молишься за церковь Волна, не важно, за что ты молишься, если ты не любишь свою жену, я не буду слушать ни единого твоего Слова, я отвернусь от твоих молитв». Вы можете молиться за свой бизнес или за свою семью. Бог говорит, «Бесполезно». Не надо молиться, просто погрузитесь в Слово Бога. Итак, второе, «Как я слышу Бога?» Первое, это было Слово Божие. Второе, «Меня ведет Дух Святой, и я молюсь». Послание к римлянам очень четко говорит нам об этом. Предлагаю послушать вам 8 главу, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Другими словами, это больше, чем просто слова. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Итак, «Как я слышу Бога?» «Меня ведет Дух, и я молюсь». Могу честно вам сказать, что этим утром у меня был момент, когда меня вел Дух Святой, после утреннего служения один джентльмен поведал мне свою историю. На этой неделе он столкнулся со сложными ситуациями, у него были трудности с доходами, работой и жильем. Я осмотрелся и подумал, «Нужно свести этого парня с кем-то из церкви. Я один не могу помочь всем, но мы как церковь можем помочь всем». Я опустил глаза, начал молиться и подумал, «Если нужно присоединиться к домашней группе...» Я увидел одного из лучших лидеров домашних групп Билла Янга и сказал, «Билл, познакомься с этим человеком». Я познакомил их и сказал, «Билл, у этого человека сложилась такая ситуация, будет замечательно, если ты примешь его в свою домашнюю группу». Билл спросил, «Вы работаете?» Тот ответил, «Нет, у меня нет работы». «А каков ваш профиль?» «Я обойщик». Если вы не знали, Билл владеет двумя компаниями по обивке мебели. Он сказал, «Я как раз молился об обойщике. Меня повел Дух». Я сказал, «Билл, я знакомил вас не в надежде, что ты дашь ему работу. Не обязательно давать ему работу. Я хотел, чтобы он попал в твою домашнюю группу. Но Бог благ, и Он знает все от начала до конца. Когда мы молимся, нас ведет Дух Святой». Могу сказать, что в Новом Завете мы не испытываем Бога. В Ветхом Завете Гидеон испытывал Бога. «Бог, я разложу шерсть. Если утром она будет влажная, земля сухая, значит, я сделаю то, что ты повелел мне делать». Затем Гидеон решил, что это могло быть совпадением. И проверил еще раз. Бог подстраивался и отвечал, «В Новом Завете мне не нужно раскладывать шерсть и молиться Бог. Если есть воля Твоя на то, чтобы я поехал в Боцвану, тогда пускай утром взойдет солнце». Вы знаете, что солнце встанет утром в любом случае? «Меня ведет Дух, я молюсь. Дух молится через меня. Слава Господу!» Итак, послание римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Лука, 4 глава. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом. Вам не нужно раскладывать шерсть». Третье. «Как я слышу Бога через помазанную проповедь». Спасибо за ошеломляющий отклик. Я не говорю, что слышу Бога, когда сам проповедую. Я говорю о пребывании в Доме Веры. В Доме Веры, где Бог созидает свою церковь, я много раз слышал его. Кто из вас, просто находясь в церкви во время проповеди, услышал, как Бог говорит к вам в самое сердце? На прошлой неделе ко мне подошли несколько замечательных новообращенных христиан. Они были в вере около двух месяцев. Мы пошли с ними на ланч. Одна из них сказала мне, «Пастор, должна сказать, что люблю церковь Волна». «Я ничего не знаю о христианстве. Я еще не читала Библию, но я люблю церковь Волна». И продолжила. «Вы сказали то, что изменило жизнь моего мужа навсегда». Из любопытства я спросил, «И что же?» Она ответила, «Не проклинай тьму, зажги свечу. Он никогда этого не забудет». Потрясающе. Она продолжала, «Пастор, я люблю вас, но поклонение люблю больше». Не обижайтесь. Я очень люблю поклонение. Каждый раз, когда звучит музыка, я плачу. Это потрясающе. Итак, как же я слышу Бога? Скажу вам. Вы не сделаете это в одиночку. Вам нужна церковь. Вам нужно семя слова в помазанных проповедях. Тогда вы услышите Бога. Аминь. Молюсь, чтобы это слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание. Сегодня я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, то мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. День памяти — это день, когда мы чтим память всех тех, кто погиб, служа нашей стране. В этот день у нас будет проходить особое служение, на которое мы бы хотели вас пригласить, чтобы почтить память тех, кто боролся за нашу свободу. Бог создал вас, чтобы вы могли влиять на других для его царства. Исполнение вашего призвания напрямую связано с тем, как вы помогаете другим воплощать их мечты. В книге «Акцент лидерства» Стив Келли делится фундаментальными принципами лидерства, полученными в результате его жизни и служения. «Акцент лидерства» расскажет о четырех основных факторах, которые помогут вам увидеть собственный потенциал к лидерству и поведут вас в вашем лидерском служении. Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса. Кто будет светом во тьме? Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатели. Займите свое место среди них. Не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Субтитры создавал DimaTorzok